Не, ну ты послушай, что я придумал. 52 недели одержимости. Звучит так, как очередной блокбастер, на который не обязательно идти в кинотеатр. Ну а как по-другому и как иначе назвать тот проект, эксперимент, который я задумал над собственной жизнью? В году 52 недели я подумал, а что будет, если каждую неделю я буду внедрять одну новую полезную привычку, а потом смотреть, что из этого получится. Не то, чтобы я надеюсь начать видеть сквозь стены или летать, но что-то мне подсказывает глубоко внутри, что, наверное, я на правильном пути. Этот подкаст, как и книги на миллион, которые я веду с 2018 года, будет записан одним дублем. Без клейки, без монтажа. Вот прям так, как идет. В 2014 году я решил завести свой блог во Вконтакте. Ты человек, которому все учителя говорили, что ты дебил, придурок. Ну и вот как-то вот с переменным успехом все эти имена менялись. Хотя зовут меня Алексей Корнелюк, но все-таки. И ты знаешь, я решил попробовать. Я взял, начал писать, и каждый день я садился за стол и писал очередной пост. Изменилось ли что-то в моей жизни? Да, еще как. В 2018 году я решил попробовать, а что будет, если я каждую прочитанную книгу не просто буду складывать на полку и забывать о ней благополучно, а выписывать самые основные тезисы, а потом в формате подкаста, вот как прямо сейчас, озвучивать все основные выводы из книги. И тут моя жизнь еще раз поменялась. И сейчас я чувствую, что в данный момент я нахожусь на развилке. На развилке, когда моя лень идет в одну сторону, а мое будущее идет в совершенно другом направлении. И это другое направление я хочу оседлать в этом подкасте. Смысл такой. Каждую неделю одна новая привычка. Но помимо всего прочего мне нужно делать какой-то отсчет. Я же не могу просто говорить, ну сегодня я бросаю курить, а потом как бы забыть об этом. Нет, на каждую следующую неделю я буду рассказывать о результатах, что мне получилось делать, что не получилось. В общем, делать так, чтобы мы вместе с тобой начали двигать нашими булочками гораздо интенсивнее, чтобы вредные привычки уходили, а полезные оставались далеко и надолго. Вот такая моя главная цель. Ну а по поводу привычки. Значит так, я тут полазил по Яндексу и Гуглу и обнаружил то, что все привычки, ну точнее большинство из них написаны, во-первых, поверхностно и выглядят весьма странно. Ну точнее, они очень простые, многие из которых я уже давно внедряю в свою жизнь. Например, не общаться с негативными людьми, или заниматься спортом, или не курить, или не пить. Это все окей, понятно. Но моя главная цель не просто строить иллюзии, а что будет, если я это сделаю. А я это уже делаю. Зачем? Я буду делать то, что я действительно не делаю, но хочу внедрить в собственную жизнь, потому что надо. Первая привычка. Я обратил внимание, что я живу на автомате. Я как бы практикую осознанность, вроде как бы медитирую уже, наверное, два года. Но нет, осознанностью тут и не пахнет. Я поймал себя на мысли, что когда я пью кофе, я не пью кофе. Я нахожусь где-нибудь в чатике в Телеграме, или слушаю какое-нибудь аудиосообщение, и всеми мыслями я о работе. Если я ужинаю, даже дома, то я обязательно что-нибудь смотрю. Либо похихикать, либо просветиться, но все-таки. То есть я каждый раз, когда делаю перерыв на еду, я нахожусь не здесь. Я живу в другом мире. И жизнь-то проходит. Мне 27 лет. А сможешь ли ты вспомнить, что было с тобой неделю назад? Сможешь? Я нет. Именно поэтому осознанность и первая привычка заключаются в том, что если я что-то делаю в плане еды, то я ем. Я ни на что не отвлекаюсь. Я должен прочувствовать каждый вкус. Если я ем что-то, неважно, картошка или это фуагра, хотя веган, то я должен прочувствовать и понять, что счастье, оно вот оно, оно здесь. И мне необходимо оставаться здесь сейчас. Завтрак, обед, ужин, полдник, что угодно. Но каждый раз на протяжении следующих 7 дней я не буду заниматься ничем отвлекающим. А потом поделюсь с тобой результатами, что поменялось в моей жизни, что предстоит еще сделать. И да, скорее всего, у тебя не мой вопрос. А как же? Привычки должны укрепиться в течение 21 дня. На самом деле нет. Привычки должны укрепиться, сохраниться и прям так зацементироваться в течение 60 дней. Потому что у меня был опыт, когда я такой перешел рубеж 21 день и подумал, о, круто. А в том раз и сорвался. Нет, так это не работает. Поэтому, конечно же, я буду в течение месяца делать промежуточные результаты и рассказывать, а получилось ли у меня или нет. Резюмирую. Первая привычка – это во время принятия пищи находиться здесь и сейчас и ни на что не отвлекаться. Если я ем, я ничего не смотрю. Если я пью кофе, то я не слушаю музыку, ну, в наушниках, не ковыряюсь в телефоне. Я не хочу быть добровольным рабом. А это обидно. Когда ты думаешь, что жизнь – это свобода, на самом деле твой гаджет владеет 90% твоей жизнью. Привычка первая. Услышимся в следующем подкасте. Пока.